Всем привет, с вами Елена и вы на канале Ильинит Куфа. Прежде чем мы приступим к данному видео, да, обозревать, что же я купила в доброцене, я вас очень настоятельно прошу подписаться на мой YouTube-канал, если вы все еще не подписаны, и обязательно подписаться на мой Яндекс Дзен. И давайте уже приступаем. Первое, что вы уже видите на экране, это у нас мука, 5-килограммовая такая вот большая упаковка. Это у нас мука-резаночка, пшеничная, хлебопекарная, высший сорт для любой выпечки. Цена была, знаете, я не разбираюсь, как бы, хорошая цена Ильинит за 5 килограмм, поэтому я достала, конечно же, телефон в самом доброцене, да, и посчитала, сколько это будет стоить за 1 килограмм. И 5-килограммовая упаковка была очень выгодна. Сколько же стоит все это, вы уже видите на экране, поэтому я не буду сейчас озвучивать, да, потому что очень буду долго искать чеки, все описания, наименования товаров и их цены. И следующее, что мы приобрели, это 3-килограммовый у нас такой мешок. Здесь у нас перловая крупа. Данную перловку мы купили именно для нашей собаки, для речульки. Я ему, бывает, варю, когда кашки, когда супы, и всегда по-разному, вот, и перловку он просто обожает. Вот, ну, в принципе, я тоже люблю перловку. Следующее я вам покажу вот такую вот большую упаковку. Это у нас крупа гречневая. Здесь у нас 12 пакетиков, и каждый пакетик у нас по 80 грамм. То есть стандартный размер, да, как и в различных магазинах. Вот я сегодня была в Монетке с Денисом, и там, получается, 5 пакетиков. Ну, не именно это, да, а у Велка вроде бы была. 5 пакетиков, и по акции стоило 99 рублей 99 копеек. А здесь у нас 12 пакетиков. Вес также по 80 грамм, и поэтому я считаю, что данная покупка, ну, более чем выгодная. И я смотрю, да, нам вообще ничего не влезет здесь. Так что давайте я уберу все вот это вот массивное, да, и продолжу. Ну, все, муку и крупу мы убрали. Оставила только гречневую крупу, и, надеюсь, у меня все вместится, но не гарантирую. Следующее, что мы приобрели, это две вот такие вот упаковки. Это у нас уже идет крупа рисовая, круглозерная. И здесь тоже 12 пакетиков по 80 грамм. Довольно-таки тоже выгодно по соотношению с той же Увелкой и так далее, где всего 5 пакетиков, да. Но у нас вот этой вот упаковки хватит на 6 приемов пищи. То есть мы варим на одного человека, на один присест, так скажем, да, по 2 пакетика. Следующее, что я вам покажу, это уже нам крупа перловая. Очень мы любим перловку, поэтому приобрели. Тоже 12 пакетиков по 80 грамм. Конечно, не так выгодно, как на развес, но, тем не менее, после работы, когда уставший, да, и на следующий день на работу что-то быстренько приготовить нужно, да. Пакетик отварить уже дозировано, да, что ничего не останется и так далее. Самое то. Так, следующее. Следующее я вам покажу, это вот такая вот упаковочка. Это у нас венские вафли от Акульчев. Здесь у нас 8 штучек, 8 вот этих вот вафелек. И это у нас со вкусом банана. Были еще земляничные, но мы взяли со вкусом банана. Далее я не смогла пройти мимо вот такого молока. Бюджетно чай пойдет наливать. Но смотрите, какое оформление, какая буреночка здесь у нас. Это у нас молоко 2,5% жирности. А производство я не знаю, если честно, чье. Не могу сказать. Можете нажать на стоп, может, если вам это принципиально, можете найти. Далее взяли на пробу вот такой вот тульский пряник. Это у нас от Лакомки и со вкусом чернослива. Были еще лимон и лайм, но меня это соотношение лимон и лайм не как-то, ну, не особо завораживает. Меня такое соотношение вкуса, да, больше привлекает в самих вафлях. Но не в тульских пряниках и где-либо там еще, да. Далее мы приобрели вот такой вот арахис. Это у нас арахис в корочке со вкусом сыра. К сожалению, другого вкуса там не было, поэтому взяли со вкусом сыра. Со вкусом сыра мы еще не приобретали. А какой у нас здесь вес, я, если честно, понятия-то и не имею. 300 грамм. Это у нас упаковочка весом 300 грамм. Вот так, пусть у нас наверху стоит. Далее я вам покажу вот такую вот вкусняшку. Это тропические фрукты в легком сиропе, как говорится, да, как написано. Вот, раньше я такую вкусняшку покупала в фикс прайс, но почему-то либо перестали завозить к нам, либо что, я не знаю. И если смотреть по соотношению цены в соседних ближайших магазинах, да, вот на тропические фрукты в сиропе и в доброцене. Конечно же, в доброцене это повыгоднее, поэтому мы и взяли. Так что на днях буду лакомиться, да. Далее мы приобрели два вот таких вот огромных майонеза весом 800 грамм. И этот майонез у нас называется Добавкин, оливковый. Очень выгодная цена. Доброцен у нас находится не так далеко от нас, примерно около пяти остановок. Вот, и я уже такая Денису говорю, слушай, говорю, майонез, говорю, как-то там настолько выгодно. Давай, говорю, если что, туда, говорю, или пешочком в одну, ну, в ту сторону, да, или даже на маршрутке, да, бог с ним, потому что мы же не на одной упаковке, да, останавливаемся. И как бы, ну, выгодно. У нас в ближайших магазинах, да и даже в магните выслеживать вот так вот акции, как бы, ну, не всегда удобно. Потому что пока дождешься эту акцию, а майонез, например, нужен здесь и сейчас. А Денис у меня, например, майонез ест просто ложками. Неважно, сочетается это с пищей или не сочетается вот этот майонез, да, он просто готов его есть всегда. Мы приняли решение, что будем за майонезом ездить туда. Вот так. Конечно, надеюсь, я перед Новым годом не буду сильно повышаться цены, да, потому что на Новый год майонез уходит просто ведрами. Ой, у нас тут гвоздь программы. Комар, если я был в кадре, прошу простить, они у нас везде. Избавиться не можем. Вот, и еще одну упаковку мы взяли. Майонез провансаль, тоже добавкин, тоже 800 грамм, вон, как вы видите. И все цены в уголке видео, как обычно. Далее мы взяли вот такой вот крем лососевый. Здесь у нас объем 270 грамм, и он такой вкусный. Во-первых, у него такая консистенция муссовая, муссовая, и там чувствуется прям вот этот вот лосось кусочками. Это так вкусно, это просто супер. Я, если честно, в восторге. В восторге. Мне очень сильно понравилось. Денису очень сильно понравилось. И цена очень выгодная. Потому что есть... Как же они называются? Марки забыла. В магните продаются, в монетке, в пятерочке и так далее. Там объем что-то около то ли 100 грамм, то ли 150. И цена около 100 рублей или 150 по акции, по 89 можно найти. Но по вкусу это ничуть не отличается, но выгодно. Смотрите, какой большой объем и 270 грамм общее. Следующее, что я вам покажу, это вот такая вот огромная упаковка весом полкило. Это у нас колечки с солью. Они напоминают по вкусу, как соленые палочки, да? И они очень вкусные. С чаем просто будут замечательно. Поэтому взяли к чаю. И на этом продуктовые покупки у нас все. И у меня осталось 4 товара из химии. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот стеклоочиститель. Средство для стекол. Ну, не знаю, хорошее, не хорошее. Здесь у нас огромный объем, целый литр. Мне кажется, мне на год или два точно хватит. Надеюсь, не будет разводов. Не знаю. Кто пользовался уже, напишите, пожалуйста, свой отзыв. Мне очень, если честно, интересно. И приобрели вот такое вот моющее средство для посуды от Биолан. Здесь у нас объем 900 мл. Ну, если честно, я не в восторге от Биолана. Но и Ферри теперь сложно найти, потому что я раньше любила Ферри и АОС. АОС у нас есть, но я не знаю, подделка или нет. Потому что упаковка стала какая-то, по ощущению, более мягкая. Пластик стал какой-то дешманский, неприятный, противный, глянцевый. Я боюсь, что будет подделка. При всем при том, что Ферри и АОС стали заоблачных цен. То есть и тот, и другой как-то очень подорожали. Хотя, если я не ошибаюсь, АОС это вроде наше производство, да? Но не знаю, если честно. И взяла я два куска вот такого вот мыла. То есть мыло детское, натуральное и мыло банное. Я, если честно, не знаю, какие ароматы у данных мыл. Но я их приобрела чисто для того, чтобы собаке мыть лапы после прогулки. Ну и все. Вот такое вот у нас было видео. Коротенькое вроде как вышло. Не как обычно, при всем при том, что покупок было достаточно. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел меня до конца. Подписывайтесь, если вы все еще не подписаны. Да, повторяюсь, но без этого никак. Также подписывайтесь обязательно на мой Яндекс.Дзен. Ну и все. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых видео и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok